У нас очередная встреча с человеком, который не раз бывал в нашей студии, и с которым интересно разговаривать, особенно на темы, связанные с духовным, церковным пением в истории России. Евгений Святославович Тугаринов. Здравствуйте, Евгений Святославович. Здравствуйте, Константин Петрович. Напоминаю нашим телезрителям, что Евгений Святославович дирижер, регент церковных хоров, музыкальный писатель, кандидат в искусствоведение, художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич». У вас еще много разных регалиев, но, так сказать, всего не упомянешь. Мы продолжаем разговор на тему регента России, наиболее интересные люди, именно регента церковных хоров, которые жили в 20 веке, и которые жили не только в России, в Советском Союзе или в России, но и за рубежом, в русском зарубежье. Мы поговорили немножечко о Михаиле Ивановиче Феокритове, о Борисе Михайловиче Литковском. Мы поговорили о Викторе Степановиче Комарове, который жил в советский период, в основном творил и работал, о Бархимандрите Матфея Мармуле, которого многие называют регентом всей Руси. А сейчас поговорим еще о двух очень интересных людях. Давайте начнем. С кого мы начнем? Ну, вот у нас картина – это изображение внутреннего интерьера храма Сергиевского подворья в Париже, который находится на Русской улице, Крымской улице. Да, Рю де Креме. Рю де Креме. И вы бывали там. В Париже много, кстати, русских улиц. Сталинград, Кронштадт и так далее. Да, да. И вот этот храм. История подворья почти уже столетняя. В 1924 году митрополит Евлогий, он тогда был архиепископом Волынским, благословил Михаила Михайловича Оссоргина найти подходящее место, где было бы основано подворье, и потом впоследствии появился бы Богословский институт. Мысль была уже такая. Замечательно. Я уточню, 1924. 1924-го. И такое место было найдено. Бывшая Литуранская церковь с постройками, с территорией. Да, с замечательной территорией. На горке. Она так называется на горке. Когда сильно устаешь, тяжело подниматься. Но ничего, да. Однако приходится. Однако приходится, да. И вот это подворье купил Михаил Михайлович Оссоргин. И подворье было открыто в сентябре, как бы в сентябре начало действовать 1924 года. А 8 сентября на этом подворье родился маленький Николка Оссоргин. Сын Михаила Михайловича Оссоргина, Николай Михайлович Оссоргин. После смерти своего отца в 1950 году, в возрасте 26 лет, он занял его место чтеца, регента и преподавателя Богословского института. Который открылся там, да. В 1925 году. Какие-то известные люди там преподавали. Нет, этот цвет русский. От Бердяева до, я не знаю. Ну, этот цвет в 1922 году был выслан из Ленинграда, из Петрограда тогда еще в Европу западную. Это назывался философский пароход. Да, да, да. Там было 200 человек цвет русской мысли, религиозной и исторической мысли. Там были инженеры, конструкторы, ученые. Вот пароход. Вот философ Богослова сконцентрировалась на Рюде Креме, так сказать, на русском подворье. Да. Это заслуга, конечно, владыки Евлогия. И когда отец Михаил, отвечая на вопросы, а вы какой юрисдикции? Он говорил, я евлогианец. А юрисдикция сначала была московская, а в 1931 году стала константинопольская, а в 1945 году снова московская. Но не все приходы, не все храмы вернулись в Москву. Вот только несколько лет назад в Москву вновь вернулся собор Александра Невского. Это уже на Рю-Дарю. На Рю-Дарю. Это тоже в Париже. Тоже в Париже, да. Ну, самый любимый многими людьми собор, где собираются все по воскресеньям. Конечно. Но и на Сергиевском подворье собирались все. Удивительно, что пение, осмогласное пение, которое до сих пор живет на Сергиевском подворье, подчеркнутое из троицы Сергиевой Лавры. Когда стал вопрос, над чем служить, как служить, Михаил Михайлович Ассоргин, епископ, тогда еще епископ Вениамин Фетченко и другие люди сели вместе и начали вспоминать, кто что помнит, какие гласы. И больше всего помнили, гласы троицы Сергиевой Лавры записали их и служили из воскресенья в воскресенье, из недели в неделю. И так собрали годовой круг. То есть, они начали ноты писать по памяти. По памяти. И до сих пор там гласы не парижские, не французские, а троицы Сергиевой Лавры дореволюционной. В этом уникальность этого места. И вот Николай Михайлович взял место своего отца. И в 1953 году к нему в хор пришел молодой студент Михаил Всеволодович Фортунато. Мой предшественник в Лондоне. Да, да, да. Учителем которого был Николай Михайлович Ассоргин, молодой. А в 50-е годы остро стоял вопрос о финансовой поддержке института Сергиевского. И хор под управлением Ассоргина, в котором пел Фортунато, ездил по Европе, в Голландию, в Германию. Да, чтобы концертной деятельностью заработать копеечку. В Англию. Копеечку. И вот в Англии в середине 50-х годов Фортунато пришел в русский храм и познакомился с Феокритовым. Вот еще одна связь. Еще одна связь, да. А накануне тысячелетия крещения Руси в 88-м году в Париж приехал хор под управлением отца Матфея Мармеля. И Ассоргин и Мармель встретились. Есть замечательная фотография. Они смотрят друг на друга, сияя от радости. Счастливые два регента. Вот вам еще одна связь. Мармель – регент Троицы Сергеевой Лавры. Глазы на Сергиевском подворье – Троицы Сергеевой Лавры. Ученик Ассоргина, а значит, воспитанный на глазах Троицы Сергеевой Лавры – Михаил Фортунато. А я ученик отца Михаила. Значит, я тоже какой-то своей частью воспринял и дореволюционные гласы Троицы Сергеевой Лавры, и подходы к этому Фортунато, Ассоргина, епископа Вениамина Фетченко и Михаила Михайловича Ассоргина. То есть традиция – это нечто большое, огромное, глубокое, серьезное, ответственное. И вот всем этим обладал Николай Михайлович Ассоргин. Я пел несколько служб у него, начиная с 2000-х годов. Но впервые услышал его хор где-то в конце 70-х, когда нашел радио «Свобода». И была престольная служба, престольный праздник из Сергеевского подворья. Пел хор, мужской хор под управлением Николая Михайловича Ассоргина. И вот я впервые услышал этот хор. А в 2000-м году я с ним познакомился. И потом, едва ли не каждый год приезжал во Францию, приходил на подворье и пел с ним службы. Стараясь научиться и от него, как он управлял хором, как он пел стихиры. Я помню очень многие моменты. Расскажите, может быть, один-два. Ну, во-первых, Николай Михайлович не управлял руками, он управлял указкой. Так. Указкой, показывая в большом листе бумаги, которая вешалась напротив певчих, показывал слова, какие в данный момент нужно петь. Показывал то слово, к которому нужно стремиться, которое нужно выделить, поставить главным. В 2000-м году отец Михаил Фортунато возил делегатов одного из таких собраний, съездов регенских в Москве в Рогожскую общину. Был жив митрополит Алипий, предстоятель на то время. 90-е годы, вы сказали. 2000-е. 2000-е. И мы нас всех позвали в Покровский собор, и по благословению митрополита Алипия, хор, состоящий из священников и деканов, спел нам часы Пасхи. Было после Пасхальное время. То есть было, конечно, унисонное пение, и пели только мужчины. В руках управителя, головщика, была длинная палка, которую я сразу сопоставил с той палочкой, которая была в руках у Николая Михайловича Соргина, который не был старообрядцем, но, тем не менее, прием был один. Николай Михайлович мне рассказывал, когда он рассказывал этот эпизод, у него шли слезы. Он говорил, представьте, первая служба на Сергиевском подворье была посвящена мне, говорил Николай Михайлович. Как это? И я спросил, как это? Это были мои крестины. Он же родился 8-го числа. Значит, 10-го, 11-го, 12-го сентября 24-го года его крестили. В 8-м числе по новому стилю или по старому? Вы не можете точно сказать? Потому что это важно. Он не говорил о новом стиле. Либо это Рождество, председатель Богородицы, либо это Куликовская битва. Он не говорил 8-е, 8-е сентября. Да, да. День Куликовской битвы. Да. Вот видите, вот вам история. Да, но в это время в Москве, в Советском Союзе, жил и, в общем-то, был уникальным регентом Николай Васильевич Матвеев. Да. Это еще одна поразительная фигура, которая совместила в себе музыку и, в данном случае, архитектуру. Комаров – врача, коммерсанта, он учился в коммерческом училище, и регента. Матвеев закончил Московский архитектурный институт, закончил Гнесинский институт, как хоровик. И всю свою, как бы, такую взрослую, сознательную жизнь он прослужил регентом в храме всех скорбящих радостей на Ордынке. На Большой Ордынке. Или, говорят, иконы всех скорбящих радостей. Иконы всех скорбящих радостей. Это храм, где вот до недавнего времени служил митрополит Иларион Алфеев, где пел хор под управлением Пузакова Алексея. Ну, он и поет до сих пор, безнешевых. Вероятно, я просто не бывал. То есть, синодальный хор, так сказать, это была его резиденция. Да. Но в этом хоре пел Матвеев. Пузаков считает себя его учеником, как и Толкачев. Так оно и есть, на самом деле. Регент храма Христа Спасителя. То есть, в Москве два центральных, можно сказать, храма управляются регентами, учениками Матвеева. Я единственный раз в жизни, в 88-м, наверное, году, или 89-м, слушал хор под управлением Матвеева. Вдруг звонит телефон. Скорей собирайся, поезжай на Сокол, там поет хор Матвеева. Так. А я не крещеный. Я просто аспирант консерватории московской. Хормейстер. Ну, хорошо, я собрался, поехал на Сокол. Приезжаю. Это вечерняя служба, то есть всеночное обдение. Всехсвятский храм. Всехсвятский храм на Соколе. Я не помню, какой был праздник. Была зима. Но не помню. Может быть, это было... Ну, не знаю, я не буду сейчас гадать. И я видел хор, я видел, как Матвеев управлял. Но у меня, как у такого молодого музыканта, но не церковного человека, чувство, ну и что? Да, 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 понятно. А что здесь... Такого. Такого. Почему нужно было бежать? Вот это вот мысли невоцерковленного человека. Ну, потом, когда я рассказал об этой службе своему преподавателю, профессору Московской консерватории Владиславу Геннадьевичу Соколову, он, во-первых, обрадовался, что я все-таки сходил. А во-вторых, сказал, ну, Матвеев – это наш человек, наш брат. То есть, профессора консерватории, светские люди считали Матвеева своим коллегой. А это, согласитесь, это очень дорогого стоит. На течение иногда, в редчайших случаях, вдруг исполнялись, например, литургии Чайковского или Всеночная Рахманинова. Тогда, в Советском Союзе, когда проходил слух о том, что это будет исполняться... Туда бежали все. А Москва туда бежала, и священник выходил и спрашивал, вы что пришли сюда, до службы или куда? Мы пришли слушать хор Матвеева. Мы пришли слушать хор, а здесь служба. Но люди не слушали, не дар священника, они пришли послушать хотя бы произведение само, хотя бы раз в жизни. Но самое удивительное, что Матвеев был одним из тех людей, который начал записывать регулярно на пластинки, на грамм-пластинки песнопения, духовные песнопения, церковные песнопения и так далее. Кто-то все-таки ему уже позволил это? Ну, тогда это время уже Горбачевское. Горбачевское, да. Когда надо было позволять, нельзя было не позволять. Да, был открыт Данилов монастырь, все, лаври, академия, семинария. Может быть, где-то на уровне каких-то подводных течений что-то препятствовалось, но уже в открытую не гнали. У отца Матфея Мармоля нет музыкального образования. У Комарова нет музыкального образования. У Ассоргина нет музыкального образования. Но какие регенты? А какие регенты? У Фортуната небольшое музыкальное образование – русская консерватория, где ему преподавали Кедров, Ковалевский. Но такого вот в нашем понимании сегодняшнем нет. У Литковского есть. А у него нет, у них нет. А какие регенты? У Матфеева было музыкальное образование, слава Богу. И слушая его записи, да, это настоящий русский церковный хор. Он пел по-другому, чем хор Комарова. Совсем по-другому, чем хор отца Матфея Мармоля. Но в нем узнавался дух. Они по-другому пели стихи, они что-то делали другие остановки, они какие-то делали другие акценты. Но не в этом дело. Дух был единый. И если кто-то хочет учиться церковному пению и задаст вопрос, ну, а кого вы посоветуете? Матфеева? Да. Комарова? Да. Мармоля? Да. Литковского? Да. Константинова? Да. Осоргина? Да. Фортуната? Да. Великие люди. Великие люди. Сейчас таки, ну, Алексей Александрович Пузаков, который при Матвееве руководил левым клиросом в храме иконы всех собящих радостей, а Матвеев в это время руководил правым, который считался главным, сейчас как бы уже руководит всем, в этом смысле, синодальным хором в том числе. Вот если как бы не говорить о нем, в принципе, известно ли вам такие светила, которых можно было бы как регентов поставить на рядом с тем рядом фамилий, имен, которых вы перечислили? Вот вы знаете, я вам скажу такую вещь. Я понимаю, что это трудно говорить, потому что можно обидеть людей, да? Я вам скажу такую вещь. В 98-м году я впервые приехал в Лондон и познакомился с митрополитом Антонием Суржским. Кто был в 98-м году? Митрополит Антонием Суржским. Да все. Его знали. Проповеди, беседы. Широко издавали. Записывали на полотенке. Две службы, да. Выступление на Би-Би-Си. Все знали, что есть такой светоч. Я спрашиваю, а отец Михаил говорил, да, это мой владыка, к которому я могу прийти, позвонить, спросить, и он мне ответит. Это мой владыка. Вот сейчас, да, есть храм Христа Спасителя, есть Никольский храм Третьяковской галереи, или Всех Скорбящих Радостей, или другие, Боговленский собор, или там соборы, храмы в Петербурге. Я вам скажу, кто сейчас, с моей точки зрения, самый номер один. Это отец Дмитрий Болгарский в Ионинском монастыре в Киеве. Я ответил. Неожиданно? Неожиданно. И больше никого не назовете? Нет. Остальные рядом. А в каков критерий? Дух. То есть, когда они поют? Они молятся. Все преображается. Они молятся. Когда поют сегодняшние хоры, я очень редко слышу молитву. Я вам такой еще пример. В прошлом году я набирал хор в больнице Святителя Алексея. Церковной больнице. Да, на Ленинском проспекте. На Ленинском проспекте. Хор, в который пришли медсестры, врачи, служащие больницы. И вот я устроил прослушивание и всех попросил спеть Царю Небесный. Примерно человек 30. Каждый пел Царю Небесный. И после того, как спел уже последний человек, я спросил, скажите, обращаясь ко всем, кто из вас молился в этот момент? И все сказали, она. И показали на одного человека, который также пел Царю Небесный. Но все поняли, что в этот момент этот человек пел ни слова, ни мелодию, а обращался к Святому Духу. То есть они это услышали? Они это услышали. Вот вам пример, что отличает регента, который молится, и хор, и который поют ноты. Да, такая не случайная поговорка. Много людей в храме, но мало молящихся. Ну, я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. Я старался. Вы ответили, я бы сказал, замечательным образом, потому что другие словесные доказательства или математические построения, или объяснения, почему они будут бессмысленны, потому что здесь надо услышать это просто. Услышали все, что молился только один человек вот в этот момент. Как говорится, Дух дышит, где хочет, не знаешь, откуда приходит и куда уходит. То есть благодательность приходит неожиданно и не ко всем, даже во время богослужения. Да. Ищите. И обращайте. Что нужно сделать человеку, который встал на путь духовного пения, чтобы стать настоящим регентом? Куда ему сейчас можно обратиться? Есть ли центры, школы? Есть ли литература по этому вопросу? Та, которая вот вас устраивает как профессионала? Потому что в интернете много чего, да. Вы знаете, есть люди, которые готовы и способны передать. Есть пособия, есть книги, которые в какой-то... Освещают какую-то сторону церковного пения. Всеобъемлющего нет. Даже такой капитальный труд, как богослужебное пение Ивана Алексеевича Гарднера, оно окончено, оно окончено, там, 50-ми годами. Да, ну, потому что он уже потом скончался. Причем он говорит, что есть черта, есть граница, после которой церковное пение прекратилось. Называет это 1917 год. А, вот так. Имея в виду Россию. Да, Россию, да. Но он знал толко о том, что он говорит. Хоть немец, но он знал русское духовное пение никак никто. Он немец по фамилии, но он русский по крови, по сути. По сути, да. Нет, конечно, есть. И человек, который хочет найти свой путь в церковном пении, во-первых, должен запастись терпением. Во-вторых, должен проявить, проявить вот этот свой интерес. Он должен найти. Он должен молиться. И Господь пошлет ему и учителя, и место, где можно учиться. И даст ему время, и даст ему силы для этого. Вот когда к отцу Михаилу приходил ученик, новый певчий, в хор, он говорил, дружок, через год мы посмотрим, стал ты певчим или нет. Это из Михаила Феортиста? Фортуната. А, Фортуната. И вот он в этом придерживался, он был постоянен. И поэтому у него в год, допустим, приходило 10 человек, а оставался один. Приходило 5 человек, а оставался один. Приходило 15 человек, а оставался один или двое, у кого хватало терпения. Потому что отец Михаил не давал никаких пособий, ничего не рекомендовал послушать. Он говорил, ходи на спевки, ходи на службы, все придет. А нужен ли какой-то, какой бы то ни было центр, школа или как раньше было, синодальное училище, какой-то центр в России современный, где бы можно было получить не только образование певчего, но и регента настоящего? Ну, есть регентские классы, есть курсы, есть Тихоновский университет, целый факультет, есть школы, церковное пение при Татьянском храме, все есть. Но как учитель и ученик должны совпасть. Должны совпасть. Ученик должен увидеть, почувствовать дух в учителе. Тот, который отвечает его духу. Он должен понять, что он хочет учиться у этого человека. Вы чувствуете будущее, вы верите в то, что будущее, возможно, и такой уровень, какой был среди тех перечисленных имен, на которых мы говорили несколько передач, что он возродится? Если он должен возродиться, значит, сейчас у нас время невозрождения, да? Ну, как сказать. В каком-то смысле, любое явление имеет периоды набора, расцвета, кульминации и спада. Мне кажется, сейчас спад. Мне так кажется. Со мной могут не согласиться. Вы верите в то, что будет будущее? Конечно. Конечно. Вот этими замечательными словами я предлагаю и окончить нашу замечательную беседу, потому что можно говорить бесконечно на эту тему. Главное, что вы верите в то, что это возможно. Знаете, как говорят, я часто повторяю, кто, по-моему, Бердяев говорил, что чем хуже в стране, ну, в смысле, в каким-то причинам экономическим или там еще, тем серьезнее культура и дух. Например, Германия была слаба на рубеже 18-19 веков, а в это время Гёте, Гейне, Шиллер и так далее и тому подобное. Бетховен. Да, совершенно верно. То есть, поэтому, если вы сказали, что сложности какие-то у нас в жизни, это значит, что будет возрождение духовное. Это значит, материя сопротивляется, ее надо преодолевать. На преодолении все и строится. Вот этими словами предлагаю закончить нашу беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Евгений Святославович Тугаринов, дирижер и регион церковных хоров, музыкальный писатель, кандидат в искусствоведение, художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич». Ну что ж, спасибо вам за все это, то, что вы сегодня рассказали. Я надеюсь, когда-нибудь мы все-таки продолжим. Я тоже надеюсь. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»